сегодня в гостях у школы здравого смысла один из лучших астрологов россии мира светлана нарган светлана здравствуйте здравствуйте вопрос следующий сейчас трудные времена страна напряжена мир напряжен люди хотят знать что будет завтра чего ждать что нам всем ждать в ближайшем будущем ну я наверно все таки остановилась бы пока на россии и я много раз говорила о том что вот сейчас мы будем наблюдать самое жесткое время самое трудное и не потому что она уже пришло и мы чувствуем скажем какое-то отсутствие не знаю комфорта продуктов еще чего-то нет мы чувствуем огромный поток льющийся на нас буквально черной информации мы ее уже переставим фиксировать фильтровать мы уже потерялись в ней но это скажем эта ситуация она и была предсказуема мы об этом говорили поэтому но прежде всего понимая что такое количество негатива которые мы слышим оно было запланировано иногда кажется что все что вот это происходит конечно страшный сценарий но видимо все что происходит это нужно было творцу по необходимости все таки найти те души которые способны дальше существовать вот в контексте божественной души замысловатый сценарий непростой может быть не в системе понятой может быть даже скажем услышим там несимпатичные комментарии но это так и то что мы сейчас будем наблюдать это как раз наверно то верхушка синусоида негатива которая является ключевой в вопросе мы с богом или без него и здесь когда мы приходим вот к этому состоянию сложному депрессивному но мы должны понимать что может быть мы живем то в героическое время когда вот эта проверка на душевность на прочность на служение творцу если угодно потому что именно вот это ощущение человечности тепла близости когда уход эгоизма связан с тем что мы как никогда объединяемся рады до слез этому объединению и вот тогда чтобы может быть не забыть как мы могли пострадать когда мы забыли о том что мы вместе что мы часть дворца то собственно говоря это для нас серьезный урок и наверное нет более высокого служения богу если угодно источнику дворцу как угодно кому чем вот это время когда мы можем доказать ему свою человечность искренность теплоту и прочие качества которые свойственны истинному человеку ну как кванту творца бога и вот сейчас на пороге глубочайших перемен мы как раз стоим в темноте и практически ничего не видим а ведь солнечное затмение которое случится 4 декабря оно и связано с вопросами не только тупика такого ну такого традиционного затменного когда кажется что все больше некуда идти нет у нас шансов на спасение и так далее так далее это еще усиливается и будет усиливаться информационным прессингом я уже не раз говорила но сейчас мы немножечко пройдемся в подробностях о том как я вижу ситуацию и может быть что-то станет понятнее конечно когда мы наблюдаем конец скажем прежней империи до империи зла я имею ввиду то максимально чтобы спастись мы видим самые абсурдные и заявление и информацию просто перевернуты с ног на голову и мы это будем видеть мы это ждали мы понимали что так будет и только наличие здравого смысла возможности взглянуть на это все сверху дает нам понимание что реально происходит и в самом деле когда есть попытка заставить людей пойти каким-то очень неприглядным путем именно к 4 декабря вот в районе этого времени это все равно что зафиксировать самую жесткую неприятную программу когда люди выпутаться из вранья не могут поэтому здесь прежде чем действовать принимать решение верить здесь нужно очень сбалансированным быть остановиться на время и понять что вот эта точка притяжения она является несколько ложной все энергия ушла поезд ушел мы переходим в другую бытность буквально пользу после затмения но еще раз хочу подчеркнуть что вот это представление о том что все по мгновению ока изменится это конечно не так мы сейчас можем увидеть все от военного сценария от претензии провокации в сторону крыма вот действительно подготовки якобы нато каким-то очень сложным очень серьезным шагам но те кто читает мои тексты но прогностические тексты я там писала о том что нато в конце года где-то в районе 29 декабря попытается максимально заявить о своем статусе о своем о своем доминировании демонстративно очень отчаянно но дальше этого уже пойти вряд ли сможет что-то несмотря на то что сценарий военный он как бы включен в общую канву мне иногда кажется что но наверное не кажется наверное для меня это очевидно что мы часто разделяем военную историю и якобы тот сценарий с которым мы живем от которого мы все так психологически страдаем ну и только в общем-то и физически страдаем но если мы видим централизованность управления попытку повести всех в одном направлении то странно было бы предполагать что военная тема которая нам предлагается она как-то отдельно вычленена и идет параллельно это все единая история это все единый формат дестабилизации психологического психологической дестабилизации огромного количества людей поэтому но наверное нужно различать вот эти вещи которые происходят хотя скажем я прекрасно там вижу и осознаю что где-то к концу у того же декабря мы якобы вот будем лицезреть это противостояние некий даже героизм я не могу сказать что это вот все может быть это прозвучит несколько цинично да но инсценировка все таки потому что на фоне того командного централизованного пункта с которого мы сейчас ловим все эти сигналы и эту фабулу в которой мы живем то смысл смысл что-то сейчас создавать кроме дополнительного давлеющего фактора на психику а по сути если мы разберемся еще раз что происходит происходит вот что где-то в двадцатых числах мы же понимаем что там все вместе там из 21 декабря и 24 астрономические астрологические это колоссальный энергетический заряд а цвет этого заряда скажем уносят весьма деструктивный формат что происходит вообще уран это космос сатурн это время да это система слом всего это как слом прежней системы то есть мы когда вот я кстати часто смотрю ваши программы и среди них тоже иногда просто шедевры совершенно недавно я видела программу в которой очень хорошо было сказано про космос как про порядок и конечно там не только он переводится как порядок но и гармония и вот эта гармония сейчас попытка вот внести дисгармонию в этот космический порядок должна будет уничтожаться причем очень очень серьезно то есть попытка техногенности техногенного сценария а уран и сатурн это техногенный сценарий и вот когда они находятся в взаиморазрушительном отношении то это слом вот этого техногенного сценария но когда такие крупные планеты между собой крупные с точки зрения удаленности они влияют не мгновенно ни день ни два они оставляют за собой шлейф то есть мы видим сначала включение этой ситуации и вот эти все кстати говоря вопросы техногенных сбоев они тоже вероятны потому что она когда ломается такая вот система она же не только по управлению людей происходит это и их участие и участие внешней среды когда внешние силы нам показывают что мы слабы в своей попытке на самонадеянно строить какой-то техногенный мир поэтому все что мы будем видеть это такая ну такая многозначная ситуация который в принципе всем людям показывает всем и оппонентам и тем кому мы привержены что беспомощность наша в вопросах такого подхода она очевидна но слом может произойти скажем не так вот мгновенно он действительно еще какое-то время должен будет ну когда собираются события но для того чтобы они случились подгоняются понятно некоторые факторы люди многочисленные сцены и так далее вот это революционное ощущение дух которое мы видим все это конечно все сопротивление она наверное необходимо но что я хочу сказать сейчас монтирую если вы не против такую небольшую ссылку и продолжу такой свой прогноз но дело в том что вот мы все время думаем что мы сейчас еще раз вот поборем противника постреляем его и вот все на этом закончится мы уже не расстреляли у нас уже было было в истории много чего когда мы вроде отвоевали и уже фашизм как будто бы уничтожили однако оказалось что нет и здесь иногда нужны такие формулы такие вещи которые могут действительно изменить результат и если пользоваться одним и тем же и вводные одни и те же то результат будет тот же но если мы их меняем то мы можем ожидать совершенно другого результата и вот интересный такой момент мне пишет очень большое количество людей и очень много интересных вещей они мне пишут и в комментариях очень много и в личку мне пишут в разные местам жира и вот недавно мне пришло такое сообщение довольно любопытно мне написала женщина которая рассказывала что еще до того как случилась вся эта проблема с пандемией у нее было видение она говорит что это не был сон это действительно было странное видение такого содержания на она попала в кинотеатр сидели люди смотрели страшный страшный фильм вы выйти из этого кинотеатра было невозможно все находились в каком-то ужасном состоянии страха остановить фильм было невозможно и уже когда все подошло к какому-то очень острому моменту от которого казалось не уйти вдруг кто-то начал в зале хихикать сначала он похихикал а потом просто раздался смех и все стали смеяться и это потеряло свою силу это уже так не работало ну кажется вроде не оружие смех то а вот если подойти к этому с юмором если к этому относиться с разрушительным для этого сценария негативного юмора то это очень серьезно может изменить многие вещи и я может быть сейчас покажусь такой утопичный но все-таки я считаю что раз мы люди мы должны пользоваться человеческими инструментами и если нас захотели раз человечесть то мы должны отчеловечить людей и вот вместе с ее видением мне приснился тоже странный сон как будто бы я оказалась ну в каком-то таком месте но может быть это была англия где сидела такая элита за таким овальным столом абсолютно непроницаемая с непроницаемыми жесткими лицами не готовая никого слушать ну я начала на английском языке им рассказывать обо многом сначала они заинтересовались а потом я стал рассматривать лица я запомнила все лица справа от меня сидела женщина пожилая накрашенная грубым таким макияжем вульгарными сама по себе такая я на нее посмотрела и под как-то по-доброму они подумала и вдруг ее лицо стало преображаться и макияж не был таким ужасным и она стала попроще и стала вдруг очень милой правее сидела еще мужчина который тоже в общем был такой типично снобистского вида и с ним такая же история произошла слева сидела почему-то адвокат женщина совсем суровым лицом и казалось что на нее не может подействовать добрые отношения но и с ней случилась такая история и вот когда мы проходим мимо друг друга и думаем только о своем спасении есть смысл поучить себя попытаться потренироваться посмотреть на людей исследовать их и находить в них лучшие черты когда мы говорим им об этом когда мы видим эти лучшие черты мы их отражаем они начинают их реализовывать то есть это такой довольно сильный инструмент который в связи с нашим страхом и какими-то попытками уйти уехать спрятаться в погреб а люди-то как где человечность где вот эта взаимная заинтересованность на от нас-то именно это требуется и объединение только возможно только на уровне того что вы в человеке отыскиваете самое лучшее иначе смысл в этом во всем пропадает и когда вы доказываете свое наличие вот этого ну не знаю души да вот этой искры творца и другие на вас смотрят и точно этому же учатся я вот наблюдаю под многими видео большое количество комментариев там такие стихи там такие люди там такой дух витает высокий я хочу сказать что пишут отовсюду это не только русские это весь мир и это поток поток какого-то света тепла и когда вдруг там на 500 комментариев оказывается там три-четыре каких-то циничных и грубых они просто там не переживаются они просто ну их никто не поддерживает и вот демонстрация того когда есть такое взаимное тепло поиск друг в друге вот этого доброго сердца то она и организует это вокруг себя среду и для этого создан сценарий свыше чтобы мы могли не к себе сейчас обращаться а пытаться смотреть на людей и делать их лучше мы часто даже не замечаем как у них есть такие скрытые очень интересные качества которые вдруг когда мы раскрываем они становятся просто красивыми эти люди хочу кстати поблагодарить всех кто пишет эти комментарии не всегда удается даже поставить лайк но читаю все ну просто снимаю шляпу и снимаю шляпу даже потому что эти люди друг другу начинают помогать это как знаете как какой-то чат взаима не только помощи обмена обмена вот этим теплом поэтому мы находимся сейчас конечно в процессе перезагрузки перезагрузки космических сил космос не любит беспорядка космос не любит таких негармоничных вещей это дисгармония которая создалась это не его ну скажем он не может выдержать такую дисгармонию в любом случае чем агрессивнее среда тем больше она будет ломаться более того если перейти на такой метафизический язык кто-то это принимает кто-то нет но все-таки я скажу любая система такая которая материализована она поддержана эгрегориально то есть некой тонкой сутью которая строится сначала в тонком мире потом плотно так вот эти вот эгрегориальные системы разрушены в тонком мире их уже нет на местах остались только те кто пытаются как-то биться те не знаю даже как назвать их да не хочу кто пытается биться за этот негативный сценарий а руководства уже нет а уже там вдалеке это разрушено и поэтому мы и видим очень нескладные очень странные и заявление просто которая ну знаете когда действительно что-то нужно сделать ну мы же прекрасно знаем что когда что-то нужно сделать это не объявляется это не выходит на поверхность это делается тихо ну давайте зададимся вопросом почему все так громко но потому что попытка задержать в умах вот эти страхи ужасы и дисгармонию это единственное что есть у тех кто создает эту программу техногенную но и в результате этого когда мы выходим уже на январь с одной стороны я вижу укрепление каких-то особенных сил внутри страны они оно есть то есть сначала люди но как-то вот были разрознены потом начинается некая организация появляется оптимизм но на фоне абсолютного негатива и неслаженности той машины у которой разрушается двигатель когда у машины разрушается двигатель мы всегда слышим громкие звуки мы слышим видим там и чувствуем какие-то странные выхлопные газы и эта машина считает что она поедет но вот этот шум этой сломанной машины мы будем наблюдать и когда ну я понимаю что люди ждут а вот сейчас будет хорошо а здесь вот было плохо сейчас будет хорошо но просто нужно понимать что эта машина еще будет пытаться ехать а ей некуда деваться иначе ее просто разберут на детали и понимание такой перспективы эта техногенная машина она будет с грохотом пытаться вырулить на начало февраля и в начале февраля вот это противостояние уже сформированных на сил я назову их скажем сил другого мнения но просто чтобы не привлекать внимание ютуба да каким-то жестким словам но мы объединяемся мы организуемся мы понимаем сила наша растет даже в том что вы предлагаете на вы предлагаете человеческое сообщество где больше нет таких лидеров которые думают только о том как создать саму презентацию эксплуатировать свое имя на какой-то исторической такой сложные точки и собственно говоря я понимаю что некоторые сценарии военные еще будут сохраняться и будут выходить как бы вперед на передовую чтобы на аванс сцене оставалось вот это ощущение что мы сейчас просто останемся в негативе но я не исключаю что конечно могут быть какие-то неприятные вещи не исключаю что какие-то локальные демонстрация военных экзорсисов могут быть да но мне вообще честно говоря февраль показался сложным месяцем но никто не оставляет никто не сдается и я вижу что есть некая такая попытка но схитрить властей тех кто задает это все схитрить и как-то создать двоякую ситуацию да там вроде сначала там речь может зайти действительно там во многих оптимистичных вопросах они этот оптимизм могут задавать и в начале января но якобы мы сейчас так здорово у нас все получается у нас теперь есть шансы на возрождение но надо отделять истинное возрождение от возрождения которое заменяется какими-то экономическими моделями того же свойства что мы видели прежде ну и наверное концу февраля вот это ощущение того что сила все-таки сопротивление велика она нарастает сейчас я еще раз повторю что речь идет россии и я понимаю что те планы которые предполагаются осуществить в начале февраля они действительно предполагает их осуществить но они столкнутся с большим сопротивлением и вот когда мы приближаемся к марту к началу марта вот ощущение и назвала его беспомощный марта да скажем что такое руководство да что такое вообще руководящие структуры это отлаженный механизм когда механизм не работает то слабеет все что с ним связано и конечно мы можем увидеть разные сценарии тоже довольно беспокойные потому что мы подходим к самой самой такой моменту очень больших перемен где сила темноты становится почти уже беспомощные да на бытовом плане мы можем увидеть и скажем серьезные перемены во власти на самом верху власти я уже об этом писала и говорила но на какой там в какой-то момент есть вероятность что вопрос там силовых структур военных это как бы тема может звучать довольно ярко вероятно смена лидера очень вероятно но тот самый апрель по которой мы говорим он действительно переводит все на другую другую тональность и когда мы говорим о воздействии вот этих дальних планет у них тоже существует временная зона покрытия то есть вот этот вот выброс негатива он тоже начинает ослабевать и там начинается попытки построение чего-то нового предложения люди очень могут быть захвачены новыми моделями будущего моделями руководства экономики как как вообще структуры между собой должны взаимодействовать как должна вот эта синергия осуществляться да и может быть как я уже говорила мы не построим этот мир сразу но разрушительный фактор который нам предложен был вот в течение этих пары лет ну он переходит в фазу тормоза разрушения сначала какого-то такого ну я бы назвала какой-то вот управленческой суеты потому что показалось что не все сразу организуется нашем государстве не сразу организуется та властная структура которая способна на себя взять ответственность и так далее но вероятность того что многие персонали будут уходить по разным причинам и несколько раз будет меняться вот это вся ведь весь этот управленческий механизм и может это происходить достаточно радикально это так я думаю что все таки конечно оптимизм он видится но легкость вот такая которая может быть хотелось бы тут сложно об этом говорить но мы тоже не дети мы должны понимать что мы являемся людьми которые должны думать сейчас что мы будем делать дальше потому что когда в нашу жизнь будут входить новые но чудесные некоторые вещи и все технологии которые будут мы же не останемся вот такими просто первобытными все равно технологичность она может быть как я уже не раз говорила и природа подобной и очень эстетично и этично то есть просто мы уже некоторые термины принимаем как все все закончено и все тут да то что предложено то как эксплуатировалась темой вот технологичности экономии экономики так называемым это все больше работать так не будет но когда возникает идея идея на действительно новой этики нового духа то она находит варианты как устроить эту жизнь и мы увидим организацию не только сообществ духовных каких-то я не знаю даже центров это видно на этом будут даже базироваться некие некие школы может быть школьные программы но то есть вот эта одухотворенность она входит в нашу жизнь очень серьезно и как нас мучили эти планеты сатурн с ураном которые мы сейчас переживаем и запомним это и это нужно запомнить чтобы никогда не повторить этого и не менее эпохальная комбинация планет входит в нашу жизнь и она несет совершенно другой сценарий поэтому но наверное мы должны очень разумно подойти к тем вопросам информационного морока с которым мы сейчас столкнемся и с пониманием того что приятие даже слов которые мы произносим к 19 что они нам приготовили вот это все приятие мы не должны это принимать это смешно и кто это там кто кому что уготовила кто имеет право вообще кому что уготавливать поэтому наверное нужно как я люблю говорить и следить за своими словами и мыслями и что касается слов язык это строительный материал для народа для нации гибель языка гибель нации поэтому возрождение красивого настоящего русского языка умение им пользоваться и отсутствие злоба в словах хочу сказать что это тоже очень мощный созидательный процесс поэтому если кто-то не стоит на передовой не является журналистом но понимает что его доброжелательность его ожидания другого человека добра а не зла и демонстрация ему этого добра это обезоруживает обезоруживает даже темное пространство поэтому но наверное вот это доброта ее демонстрация это некая нам невидимая ткань света которая ну не видимо нам потому что мы живем в таком достаточно плотном мире и у нас в общем-то наши органы ограничены в ощущениях но уже проявляется у многих видение поэтому мне кажется что если есть как я говорила фактор расчеловечивания то есть фактор отчеловечивания ну и давайте следовать этой задаче я хочу задать вот какой вопрос образ представьте себе что вот военные самолеты истребители эскадрилья пикирует вниз вот мир россия вот все вниз и такое ощущение ключевое слово ощущение что врежется в землю и все в дребезги или ничего не будет сознание отказывается принимать о том что ничего не будет все будет в дребезги и тем не менее мы вас все живущие в россии ощущение что все хуже хуже и хуже и никогда уже но может быть когда-то там светлом будущем я не знаю там через тысячи лет что-то будет хорошо а теперь вопрос когда произойдет перелом ощущений у народа россии именно не сознание ощущения что все самое страшное позади истребитель не врезался в землю когда это будет хотя бы приблизительно 22 23 24 но не в декабре нет я конечно отлично этот вопрос это будет еще сейчас уже в апреле в середине апреля это будет очевидно очень много перемен произойдет таких удивительных что ведь мы же еще воспринимаем сейчас некоторую перестройку в себе физическую эмоциональную идут свыше потоки да которые очень откликаются в душах ну то есть может быть я сейчас не хочу высокопарных фраз но я много говорила об этом апрель это очень важный момент времени ну и тогда еще повторюсь потому что во многих интервью я говорила о том что когда мы говорим о стабилизации мира но вот не только в форме какого-то вдохновения и скажем все таки попытки построить новый мир нам пока это не очень дается потому что действительно разбалансировка это мощная и природные процессы будут давать об этом знать в каждой стране будет совершенно разные обстоятельства проверяющие на прочность души и и человечности но каждому свое и каждому нужно понимать что от него именно от него зависит то как вот он думает как насколько он готов не рвать всех там своими словами грубить там лишь еще что-то а насколько вообще он готов объединяться потому что когда людям плохо люди согревают друг друга согревают и эти люди которые согревают друг друга они выживают ну я даже какую-то историю вот совсем недавно читала про концлагерь я вот сейчас не помню с чем это было связано но короче говоря большое количество людей оказались в холодной зиме просто вот ну сотни по-моему и один человек рядом оказался с пожилым человеком который был в очень плохом состоянии физическом еле еле дышал и он его пытался согреть и он пытался массировать ему руки он его там всячески согревал и на утро когда они проснулись огромное количество трупов вокруг них было и было только два живых человека те которые друг друга согревали один согревал другого и на этом тоже сам же выжил поэтому но это очень такая показательная история но хочу сказать что вот эта балансировка на этого нового социального устройства новых нового представления о мире когда формируется новое качество у человека а мы же переходим космос меняет свою свой формат скажем даже физически поэтому уран с сатурном это об этом и говорит космос меняется не только там земля а мы часть земли и вот все это сначала будет пытаться внедриться в нашу жизнь с 23 года с весны до новые технологии новые представления о текущих процессах технологии это не значит что убийственные технологии просто иногда суть их настолько экологично настолько мощно и бесплатно что такая возможность добывать скажем энергию не включая там двигатели внутреннего сгорания и не нарушая какие-то природные процесса она есть но дать нам ее в руки без того чтобы мы стали людьми нельзя но в конце концов существует фильтр да в космосе который не позволяет людям столкнуться с такими возможностями которые они морально то не готовы их принять понять и использовать для себя в каком-то приличном виде и вот вхождение этих энергий смена вот этих космических парадигм а там очень много событий будет происходить все это происходит двадцать пятом году я уже говорила в других интервью что переход самых главных практически в дальних планет которые формируют социальную среду они они вообще формируют новое видение вот например когда гершель открыл уран да так сказать то у нас появился интернет у нас появились высокие технологии так и здесь это это же эпоха это же веха веха так и здесь вот это веха будет состоять ну я бы сказала из трех очень важных факторов я как-нибудь о них расскажу но вот эти факторы для того чтобы они имели мирный сбалансированный вид они должны находиться между собой во взаимодействие отчасти это взаимодействие с космосом духом и энергией если нет духа то энергия просто убьет все если нет энергии тоже нечем жить и если нет космоса где это воспроизводить это казалось бы общие фразы они приобретут потом вполне материалистичный вид но они между собой войдут в очень благоприятное скажем взаимодействие и запустят совершенно новую эпохальную историю и там все проекты которые действительно будут жизнеспособны они уже начинают там выстраиваться но мы должны подготовить себя не столько даже с технической стороны сейчас сколько с человеческой иначе космосу это все не нужно потому что если у него есть планы гармонизировать свою среду но это не происходит мгновенно на человек является важнейшим фактором этой космической среды но значит от нас требуются некие другие параметры с которыми вообще можно дальше жить но и вот включить если здравомыслие так вот и представить во что нас заставили верить то так отойдя немножко года на два-три назад а то и на три вперед мы я думаю поймем насколько странным страшным это был этот сон но это сон и нам его навевают поэтому мне хочется пожелать всем конечно здравомыслие школа здравосмысла буквально вне закодированы эти слова друзья просыпаемся становимся еще больше людьми будем себе человека все человеческое светлане от всех нас большое спасибо всегда рады видеть надо было раньше пригласить на что главное о том что уже осталось чуть-чуть подождать и придет ощущение того что все страшное позади и уже вот 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 спасибо огромное спасибо вам